здравствуйте и снова здравствуйте я выполняю просьбу аллы какая она смотрит меня он поймет видео короче мы сегодня про каймак все разузнала все я узнала как здесь готовят местные казаки каймак конечно его готовят по-разному в интернете полно рецептов мне рассказала женщина казачка вот прям вся казачка у него весь рот казачий и они делают каймак именно так как я сейчас вам расскажу вот это мы купили каймак в общем нужно молоко желательно конечно же не из магазина это сто процентов не просто желательно с вечера наливается молоко ставится в холодильник в кастрюльку которую будет потом у вас в духовке она томится за ночь отстаиваются сливки жирность на конечно нужно хорошая жирность молока но свое молоко тоже имеет разную жирность имейте то что хорошая жирность должна быть даже у натурального молока не свое натурального молока скажем не из магазина с вечера значит она у вас стоит холодильнички всю ночь стоит сливочки отстаиваются утром или там днем включайте духовку 8 150 до 180 градусов должна прогрета духовка ставить эту кастрюльку в духовку в разогретую и потихонечку она у вас томится молочко молочко получается топленые а сливочки вот эти сверху они поджариваются потихонечку поднимаются там пенится там в общем главное нужно смотреть по своей духовке чтобы не было не было вот таких горелых пленок не перегорел это самое главное после того как это все у вас стомилось в духовке выключаете все само собой остывает в духовке стоит все остывает и на ночь его опять убирать эту кастрюльку с поджаристыми сливочками в холодильник ночь у вас опять там все отстаивается холодильнички остывает вы потом просто собираете вот это вот все с кастрюльки вкусная привкус топленого молочка с такими поджарочками в отдельную посудину какую вам надо в баночку там или еще куда-то а молочко пейте кстати можно и заквасить получится ряженка натуральная ваши сливочки вы все вот их собираете она получается такой обезжиренная ряженка если заквасить можно просто выпить от топленое молоко обязательно все хранить в холодильнике как всегда как любой натур продукт но не знаю как я все объяснила как я все рассказала доступным ли языком но вот этому вот этом но вот этому способу меня научили как я могу делать сама не знаю когда буду делать сама не знаю мне проще купить а другой рецепт уже из готовых сливок из за пропущенных через сепараторы как он называется запекают их духовке то же самое но знаете мне у нее такой комок не нравится какой-то более плотно и более какой-то он такой жирный а вот этот который вот он такой жидковатенький напоминает сливочки такой более легкий и мне кажется вкуснее все вот так у меня коротенькое маленькое видео надеюсь я выполнила просьбу аллочки пока пока спасибо что смотрите спасибо за ваши лайки и комментарии кто впервые подписывайтесь на мой канал обязательно с колокольчиком где написано все уведомления на самый верхний колокольчик нажимайте здоровья вам здоровья еще раз здоровья